Слава Богу! Добрый день! Добрый вечер уже! Ну давайте, скажите, кто вы, откуда? Я священник Виталий, фамилия Пелишенко, служу в Подмосковье, в Киснинский район. Так что, если будете в Москве, заезжайте в гости. Так, давайте-ка мы с вами сразу по курсу пройдемся. У меня, мы РУ открыты, в моем мире, вы в него заходите. Я сейчас... Я захожу, я смотрю, все, я просматриваю. Видите, что делать? Я сейчас только запрашивал модераторов, администраторов. Непонятно, какие книги, сколько перевели, чего, ничего не знаю. У меня данных никаких нету. Как там? А мне просто были выслали, там, перечень книг. Ну да, давайте книги, какие заказывайте, быстро говорите. Я сейчас не могу сказать, надо посмотреть. Ну ладно, вы мой адрес создайте на мейл.ру и дальше заходите в почту и скиньте. А у меня на форум перекидывают, да в личку, а я там и не вижу. Там, гляжу сегодня, но ничего нету. Я опять туда, опять переслал ответ. Ну мне написали там все книги, написали общую стоимость 25 тысяч. Ну и вы-то что заказали? Ну все, которые там были написаны, все заказал. Все? Или это не все? Это все, это все, я там указываю какие. Теперь, если вы в Подмосковье, сколько за пересылку? Пересылка сколько стоит, вы же не знаете? Ну, я тут, я буду расширить, это тут, здесь на месте. Ну да, но мне надо знать, сколько вы там выслали? Я выслал 21 тысячу. 21, а общая 24 с половиной, только за книги. Ага, ну значит тогда еще да. И пересылка сколько тогда будет стоить, пересылка? Это будет 2 коробки, 2 этих, ну 2 пакета еще. Это надо будет сказать, сколько я сейчас не знаю там. Ну не меньше, как она будет пересылка, это тысячи четыре, это минимум. Потому что все на село навязывают. Ну понятно, ну ничего. Ну хорошо, я слушаю, у нас все записывается, в интернет выставляется, вы не против? Так, я все вижу, знаю. Так, не против? Я просто хотел с вами познакомиться, вопросов у меня никаких нет, как бы я все просматриваю. Очень полезно вы, конечно, мне нравится, когда вы беседуете с баптистами, там, с другими людьми. Как бы можно преподавать духовные семинарии на сектоведании. Было бы очень полезно, как вот надо себя... А вы знаете Юрасова, Амбрусия? Знаю, был у него. Он наш земляк приезжал сюда. И когда мы с ним беседовали, там, с сектантами-то, ой, он ухватился вот так за меня. Это немедленно печатать надо, у вас руками пощупать нужно. А у нас, говорит, такая схоластика идет там. Он конкретно видит, вот души, с которыми сидим, они сектанты. Сейчас православные батюшки стали. И все в моем доме пришли. Это человека не зависит, это благодать Божия. Человек это крепость, его не шевелишь, если он упрется. Благодать тоже так не дается, тоже за труды. Господь знает. Вот сегодня рассуждали о дворке, сейчас какие материалы идут. Сколько людей погублено. Сколько их друг на друга натравили. Как человек мог в такое руководство войти? Архиерея везде. Когда человек дальше сейчас печатает наркоман был какой-то, шизофрения и прочее. Американец с войным гражданством дал клятву там в СРУ везде, а теперь здесь пересторил всех людей. 20 лет. В самом верху руководства. Да разве такого поставят, самолет водить или где-то? Если он даже выздоровел, его никогда не поставят. А здесь руководить, ну что тут говорить-то? И так понятно, в каждом городе вызывает, он там экспертом где-то. Эксперт какой? По инквизиции. Потом еще хотел... Вы везде Евангелие распространяете. Да. А я вот служил в деревне, я сам с Украины. С Винницкой области. Ну и служил в деревне. Там такая традиция на крещение. Священник ходит в каждый дом. Ну и окропляет тропарь, окропляет каждый дом. Ну, соответственно, везде же ходят разные сектанты, свидетели его, баптисты. Ну и раздают везде Евангелие. И люди очень часто, конечно, используют не для тех целей, для которых должно использоваться Евангелие. То есть я видел такое, и под столы подлаживаю, чтобы стол не шестался. И пирожки пейкут, вырывают листы. Видите, не всегда так. Вот я, допустим, работаю в тюрьме 3700 преступников. И кроме того, детская колония. Это люди, которые вообще ничего не берегут. Я подаю, допустим. Кто желает взять Евангелие? Подходит один. Так, дай слово, что ты не испортишь и будешь хоронить. О, нет, я не могу взять. Отошел. Другой подходит. Я даю слово. Так вот, за пять лет 3700 человек, и только одно Евангелие попортили малыши. Малолетки. Процент. Это абсолютно... Там девать некуда. Там подставлять нет. Я в следующий раз обхожу и опять. А ну-ка, покажи. Он показывает, все целые. Дальше уносят в лагерь. А я делаю такое сравнение. Вот бывает, ну, зверинцы держат разное там, для слонов отдельно. И вот представьте, я говорю, так, мы находимся, а там углубление бетонное, вертикальное, ну, высоко, метров пять. А там посередине такой надолб, и там стоит ваш сын. А здесь львы бегают, они не к нему не могут добраться, но ему надо выжить сейчас. У меня калачи хлеба. Я буду бросать хоть сто погибнет, чтобы хоть один до него долетел, чтобы он его жизнь продлил. А потом мы уже вызовем вертолет, его оттуда снимем. Мне его задержать надо здесь при жизни. Поэтому где-то что-то пропадает, не без этого. Мы знаем, у Бога все с избытком делается. Если уже дальше говорить, то миллионы гибнет, говорит, у каждой рыбы. У щуки 11 миллионов выброс икры. А сколько остается? Так все с избытком. Поэтому мы в окрестной деревне, только в окрестности, 30 тысяч Евангелия раздали. Вот у нас здесь самая популярная, как каждый год, крестный ход из епархии идет. Коробейниковская икона там нашли ее, и теперь, ну как говорится, всегда раскрутку сделали. Каждый год идет туда. Мы решили поехать. От нас 250 километров. Примерно тысячи человек в деревне. Ну, может быть, полторы. Ну, где-то вы в этом... Тут же у них монастырь. Я спрашиваю, сколько человек в воскресенье приходит? Человек пять, а монахов семь. И монахи сдают прокуренные пальцы там это... Ну, разве это годится? Там не монахи, а это прислужники, которые... Мы деревню все обошли, нашли только два Евангелия. Два Евангелия. Мы раздали новых заветов в этой деревне 450 за один раз. У них еще нету. А если есть... Бывает человек в беде или где-то, он все равно как-то касается, открывает. А вот вы дали, а теперь неизвестно. Неизвестно. Многое, что неизвестно. Но мы молимся. Я просто очень много... Я просто видел и спрашивал людей. Говорю, зачем-то... Это же священное писание. Да. Ну, это штунды, говорят. Украинские штунды. На все штунды. Штунды разносят это все, дают это. Читать не читают. Но выбрасывают, не выбрасывают. Используются для... Для бытовых нужд. Говорить проще, если человек ничего не делает. Я говорю так. Если мы сеяли, то 50 на 50. Зайдет, не взойдет. А если не сеяли, тебе не надо доказывать, что... Ты не знаешь, что там кроме терновника ничего не будет. Да, согласен. Я, допустим, вот, нахожусь в камере. Я просто опыт свой беру. Я захожу, ни одного человека нету верующего-то. Проходит неделя. Неделя проходит. Температура полностью изменилась уже на третий день. Я утром на молитве, кончил молиться. Ко мне подходит закрещенный. Говорит, вчера в ночь молились. Семь человек становились на колени с вами сзади. Можно мы тоже встанем? Понятно. Каждый день идут занятия. Так это тюрьма, уголовники сидят. И температура меняется очень быстро. Очень быстро. А дальше, дальше я сообщаю, там при церкви работают. Жизнь человека полностью бог меняет. Но это слово, которое до сердца доходит. Вот я в одну камеру захожу на этапе. Ну, меня старались так, где полегче. Захожу только, мужчина один высокий, метр восемьдесят примерно, русоволосый. Вот как вы. А вы бог? Я говорю, какой я бог? Я человек. А я говорю, сегодня сон видел. Говорит, к нам в камеру бог должен прийти. Мне сказали во сне. Я говорю, не бог, а я о боге говорю. А они двое с цыганом сидят. Цыган дочку убил. Она его не слушалась. Ну, я начал говорить. И в первый же вечер он обратился. Он сидит. Я говорю, меня могут завтра на этапы увезти. Я иду по этапу. Так он всю ночь сидел, переписывал. Тот, давай играть там, то никак. Так он цыган на него злится прямо по-серьезному. Вот и вчера со мной было. Он говорит, я не прав был. А сидел-то, статья такая. Он по обмену учителями. Тогда было в Германии демократической. Учителями менялись. И он там валютой занялся. Его взяли. Взяли. А он сбежал. Там, с поселения-то. Ну, его теперь поймали. Он не преступник так разобраться-то. Сегодня меня деньги, это свободно в любой пункт. А тогда не было этого. И видите, как вот. Он уже ждет. Ему сон. Ну, сон не Бог, а со мной Господь заходит. Вот слово его Божие-то. Я ухожу, я оставил человека, который уже другим свидетельствует. А всего один вечер прошел. Поэтому надо на Бога надеяться. А то готовят там комиссионерские отделы. Все это липа. Ничего этого не надо. Надо идти и проповедовать. Да у вас это хорошо получается. Очень живо. Потому что я, ну, и Осипова слушаю, и Кураева. Но они от знания говорят, а вы от сердца, от души. Да, у меня, я не имею никакого образования. Да, не у вас как-то, ну, живое слово так. Потому что вот садишься только в трамвай или где-то, там, сел сразу, снял шапку и перекрестился. Обязательно люди видят. Тем более у нас визитки есть в наших сайтах. Все, сайт написан, там, YouTube, все. Тут же по автобусу прошел, спросил, у кого есть интернет. Кто желает получить православный сайт? Это тянутся руки. Уже смотришь, вечером прибывает число посетителей. А походит маленькое время, человек спрашивает книги, где надо достать. А где вас можно увидеть? Ну, мы всех отсылаем в храму Московского Патриархата. Рядом кто есть. Вот прям, мы у нас, не принято к нам приглашать. У нас другие принципы. Я вот сколько, 53 года, и всех до одного направляем в храму Московской Патриархии. Меня за это бьют со всех сторон. Да как так? Да вы видите, какая там беда, там не слушается такое голубое лобби. Знаю все. Но я верю, что там благодать. Вот я верю, верю и все. А как докажете? А что доказывать? Я верю, а ты не веришь. Вот все доказательства. Сегодня у меня из Америки звонят. Тоже по YouTube, по Skype. Как вот патриарх будет на Кубе встречаться с папой. Как вы это смотрите? А зачем мне смотреть-то? А они смотрят. А нам молиться надо, чтобы покушения на них не было. Ну у вас какие-то мысли-то есть. Но у меня мысли есть такие. Они все не публикуют, и поэтому, ну не полная информация. Вы знаете, вот этот Бересов, Рафаил, схиархи Мадрид там этот, или кто он там, православный. И он говорит, нам не разделение искать надо, а сообщение. А что в верхах-то епископ? Они говорят, наполовину может быть проданную масхаду и там сыру завербованную. И он открыто все говорит. А он какой маленький такой, женское лицо, не бороденки, ничего у него нет. А говорит серьезно. Ну я думаю, надо, а то молимся за каждой литургией, за соединение всех, а никаких шагов не делаем. Надо что-то и делать, где-то и говорить. Меня ругали за это. Я был в Томске, и там католическая церковь, я умышленно так подошел, его Анжей звать, Андрей. Я подошел, у него благословился, католический священник-то. Тут посоветовался со своими, говорю, выставить в интернет или нет. Выставил. Ой, как нападают. Я говорю, вы не на меня нападаете. Сейчас на Кирилла свалите, а потом Алфеева и Лориона. А его папа подходит, благословляет. А что она мне помешает или что ли? Я еду в поездку. Он расположен. Я ему подарил книги. Он меня благословил. Вот у нас сообщение. Это же мы родные все были, это нас грех разделил. А у них ереси. Я говорю, у нас еще святость одна. Я служил на приходе, у меня половина прихожан была католики, которые ходили в храм, но они не причащались, так как им не разрешают. Только в случае, если уже в случае смерти, в каких-то экстренном случае. Но в храм они ходили, потому что к оселу далеко, ездить не всегда удобно. Там транспорт плохо с деревни ходит. Только на большой праздник они там на Пасху, на Рождество ездили в посел. Ну и ходили на нашу Пасху, на наше Рождество. Люди веруют, но так же. Они не знают догматических всех этих. А в 71-м году решение патриархии было о возможности причащаться у них, а они у нас. Но потом сильно началась смута и отменили. В 71-м году это было. И у нас тут католики были, которые католички, они всегда причащались. У нас был один приход. Там служило и... Там два храма в деревне и костел. В костеле служил старый ксенус. А он в советское время в лагере сидел вместе с православным священником. Сидели в одной камере. Ну и там разделения не было. Они вместе причащались и просили, значит, друг за друга молиться. Если ты умрешь первый, значит, ты будешь за меня молиться. Я, значит, я буду за тебя. Ну и священник этот как бы умер. Аксен вот жил, уже ему было за 90-е. И 90 лет ему праздновали. Даже с Польши приезжал какой-то министр там его поздравлять. И там такие были отношения, что они всегда приглашали православных на праздник к себе. На престольный праздник православных. Приглашали католический приход тоже к себе на престольные праздники, на какие-то даты. Они ходили, дружили, обедали, ничего не было. Потом, конечно, поменялся архиерей. Все запретить нельзя. Ну и перестали общение. Нас спросить так. Вот мы встречались, обедали вместе. Какой вред? Какой вред? Мы раз были вместе, это явно, что нас друг на друга уже никакой Гитлер не натравит. Разве это плохо? Вот у католиков есть... Я лично это не встречал, чтобы это видеть, но я читал про это. У каждого священника должен в течение недели раз в году быть в монастыре, в отдельной келье, отдельно жить. И в тишине в полной сосредоточиться. Разве это плохо? Ну, у нас, я знаю, на Украине они живут все, как бы, в монастыре, все они там живут. Все ксензы, которые служат там по области или по району, они живут в одном месте. Все там, как бы, за ними ухаживают, готовят. Так что, так что вне отношение такое, можно сказать, теплое. Потому что прихожан было много, ну, и... Да, Каразин, и об этом мы молимся. Единение, вера, соединение. Мы же не говорим, что давайте завтра, ну, менять что-то. Ну, дружеские отношения или близкие даже, ну, не враждебные хотя бы. Это один монах, говорит, умирал старое, его братья уважали. Ну, и говорит, отче, дай наказ, какой ава, тут умираешь и все. Он, братьям-то возьми и скажи, говорит. Когда ударят в одну щеку, так ты прости его, возлюби брата. Они отошли по совету, говорит, нет, не можем. Вернусь, говорит, а мы не можем так. Ну, он говорит, ну, по крайней мере, там, хотя бы в ответ-то не ударьте. Они отошли по совету, зачем мы будем терпеть-то, такие крепкие ребята. Мы, звездонем, подошли. Очень, мы этого не можем взять. Говорят, идите отсюда, свиньи. А они думали, он никого не судил, еще вовсю жизнь жил. А он в конце припечатал свиньи, говорит, вы все. И все на этом. Да дело-то дойдет, ты увидишь, как обстановка будет. И убить нельзя, убить нельзя. За это стоять надо. Силу-то применить нам разрешается, там, и оборониться, но не убить. Убийство запрещено, и на этом надо стоять. У нас в это воскресенье служба и алтарники, все тоже между собой спор начался. Одни за, чтобы патриарх там встречался, другие категорически против. Все, предательство. Какое предательство? Еще даже не знаем ничего, и все придумываем. Зачем? Это нехорошо. Вот у нас в воскресенье мы относимся к русской православной зарубежной церкви. И мы призываем всегда молить. Он поехал. Очень непросто, чтобы Бог дал ему добрые мысли, сохранил от покушения. И мы сразу включились в молитву, каждый день молимся. Нам это не чуждо должно быть. За молитву-то Бог не осудит, если мы молились о мире, о любви. У католиков самое неприемлемое, что нами не может быть приемлемое, это совсем и не филиоховы даже, потому что это понимали так и так святые отцы. Это главенство примат-папства, что он один над всеми. Этого нигде нету, нигде этого нету. Ни в канонах нигде нету. Ну, если с ними разговариваешь, они тоже как-то это, ну, это так говорят, символически. Нет, нет, это не символически. Папы все время гнут под свою туфлю всех. Это не символика. Это реально. А возьмите и в Сафии, и Иоанн, которых католики там казнили-то. Это жития святых описано. Нет, нет, это реально. Искажение вот этих таинств. Оттуда понаволокли. Вот это неполное погружение. Вот это крапление-то все. Это обладка. Это тело и кровь Христова не так. Я видел это. С этим мы согласиться не можем. Потому что иначе, вопреки всего, пути церковного нужно идти. Я вот не приму никак. Папа... Мы были вот сейчас. Я ездил, нынче проехали с миссионерской поездкой, везде были. Я папам книги подарил. Франциску и Венедикту. Вот. Бриты. Семьдесят с лишним лет бриты. И как яйцо голова. Не могу никак... Смотрите, папа Сикстинская Мадонна. Это ваше? Ваше. Ну, вы себя где-то в самом соборе главном рисуете. Посмотрите, папа Сикс, он с бородой. Ведь было... Ну, вы же видите, что четвертый век с бородами были католики, да? С бородами. А с чего вы теперь по стихии мира-то идете? А протестанты-то от вас вышли, Мартин Лютер. И они такие же. Посмотри на святые изображения и иконы. Ну, погляди, как это. А нынче как? Священник. Вот сюда вот волосы, потлы. Да не было никогда этого. Еще во времена протопопа вакуума, еще такая танзура, как у католиков была. А потом все это придумали. Смотри на иконах. Ян Златоуса. У него как под бокс подстрижен это. Никола чудотворец. Этого не было, чтобы волосы были до плеч. У нас иконография подсказывает нам, что какие годы это началось. А уже я на Кронштадтской, видим волосы, как у бабы. Зачем это? Неправильно это. Мужчина, если растит волос, это бесчестье для него. Бесчестье. Толковать еще не надо. Вот я смотрю у Илариона, у Алфеева. У него короткая стрижка. Надо чтобы познакомить вас. Меня один прикажанин все добивает. Что-то постриженный под это. Бороду трогать нельзя. Не играй мы, не трогай. А пострижен это совершенно нормально. Посмотрите на иконы. Я вам называю какие. Посмотрите. И так понятно. Апостол Павел говорит, мужчина растит волос, это бесчестье для него, бесчестье. А женщины – честь. Никаких, чтобы пчелок этих не было. Нормально было. Надо смотреть за порядком-то. А как вы так порядок добились? Это работа, большая работа. Большая. Потому что в любом вопросе, знаете, вот вы видели мой ответ, вот когда эти пусть и рай там танцевали, зашли они в храм Христа Спасителя. Я сразу писал об этом. Их трогать нельзя никак было. Нельзя. А помогли, посадили еще. А теперь вали кресты, спасай Россию. Везде пилят кресты, поклоны это. И валят, и показывают. Она стоит в трусах там. А они канатами валят ее. А что надо было делать? Храм запереть. Мы были около храма Христа Спасителя. Молились и поднимали руки везде. Молились о президенте, о патриархе. Они не соображают, что надо делать. Этот момент, которым надо было воспользоваться по полной программе. Храмы закрыты на огромные амбарные звонки, чтобы сверху замок был. Видно было. Закрыт. Почему? Оскверненный. Откуда известно? Деяния апостолов. Храм закрыли. И думали, что Павел вел Трофима в храм. Деяния апостолов. И на сколько? На три месяца. Ну, считайте Библию. Святая Библия на все дает ответ. И молиться. Вся площадь, чтобы дать клич. Со всей страны бы люди приезжали. До самого канала. Чтобы слез было не меньше, чем в канале. И через три месяца открыть, осветить храм. Вся страна бы взирала на это. А тут бы, конечно, и кино, и все. Нет. Не пойдут на это. А залы сдают по 500 тысяч, говорит, за день. Это не знаю даже точные цены. Но что сдают, это точно. Прям в храме Христа Спасителя там. Их трогать нельзя было. Власть разберется. А почему? Мы заслужили это. Заслужили. Божью Матерь не посчитает. Вот теперь эти, в кавычках, скачили. И что они? Пресвятая Богородица. Прогони Путина. Главное Акафис. Прогони Путина. Вот и все. В любом вопросе. Где я не посмотрю. Неразумно так поступают. То есть, ну хоть кого-то спрашивали бы. Мне я много в университетах преподавал. И все спрашивали. Ну вот вы бы были патриархом, что делали? Считали? Нет, какая у меня программа? Нет. Прекратить всякие строительства. Наполнить Евангелиями. Открыть тысячи училищ в один день. Я уже договорился с баптистами. Не трогают догматику, а будут учить любить Христа, любить Библию. Это все можно стронуть с места. В один день. Не в два. А это годами на одном месте стоят и ничего нет. За мной учился баптист один. Который был баптистом. Диакона был там. Потом перешел в православную веру. Он священным писанием и спал, и ел. И везде священное писание. Ночью поднимешь. Он тебе все на память узнал. Мы были в городе Шахты Ростовской области. У нас была ставка. Туда сначала мы контейнер с литературой засылаем. А потом я еду и в каждую библиотеку везде дарю книги. До самого Лиссабона дошли. И в королевские библиотеки попали книги. И при мне пришел один священник. Молодой Иоанн. Ой-ой-ой, говорит. Я, говорит, был у харизматов. А у них, говорит, детей столько занимается. 300 ребятишек. А у нас там, говорит, человек 15 только. Да они-то пришли на сколько? На 900 лет позже вас, я говорю. А почему живое слово? Живое. Вы посмотрите, откуда мне приходилось говорить слово. Ну, в разных протестантских местах. Там на Украине много были. Как они внимают люди. Живое слово. Бабтисты, адвентисты, когда дают слово. Они любят его. Они говорят еще, а, еретики. А то, еретики. Я говорю, динаминация разная, говорят. Динаминация, конфессия. Эти слова выброси. Называй прямо, как в Писании, говорит, ересь. Есть церковь, есть ересь. И никаких конфессий нет. А церкви, что, вы знаете, я объясняю, пять. Католическая, православная, Григорияно-армянская, Копты и Сирицы. Все, за этим церкви нет. Которые не сохранили апостольское рукоположение. Раз не сохранили, это самочинное собирается к Адае. Это такие, это ведь, ну, изречения-то их. Учить-то не надо. Надо это чувствовать, понимать и говорить. А то приходит этот баптист, креститься не надо. А зачем ты пришел? Я говорю, тогда. Этот баптист, который со мной учился, сказал, что вы православный, но православные веры, это вы не знаете. Это такое сокровище. Я священникам говорю, вот архиерей приехал к нам, ну, я общее задаю вопросом. За столом сидим у нас там, в Потеряевке. Я говорю, что самое ценное в православии? А что самое ценное? Я говорю, вы не знаете? Я говорю, вы самое ценное, вы, имеющие истинное рукоположение, имеющие каноны и толкование Святой Церкви. Вот самое ценное. А по остальным параметрам-то любой баптист, он выше нас. Как они живут чисто, какие труженики. Ну, сказать надо, что пьяницы, там, матершиники, как у нас-то, у них не найдешь даже. У нас вот что ценно. А у них не хватает, как Феофан Затворник говорит, благодати освящающей нет. А благодать призывающей, обращающей, она у них действует. Мне вот все задавали вопрос. А вы как считаете, что у них Дух Святой есть? Да не надо считать. Никто не назовет Иисуса Господом, как только Духом Святым. Они его признают Господом? Признают, значит, Дух Святой. Да почему не церковь? Засохли на первой ступеньке, дальше не идут. Дальше-то у них нет отпущения грехов-то. А без этих священных рук священства нет отпущения смертным, как Златоуст говорит. Ты им это докажи. Покажи, если сумеешь. Дома-то перед женой ты еще можешь разводить руками. А когда туда попадешь, то как будешь выглядеть? Вот так. Значит, мне завтра можно посылать вам все книги, какие есть. Да, да, я вам дошел. Вы на меня как-то выйдете, чтобы мы легче могли общаться. Вот мы с вами поговорили, у меня нет других, которые есть попы. Они вас будут искать и заливать вас грязью. Вы запомните это. Ну, ничего. Обязательно. Они ничем не занимаются. Они за мной только гоняются и все. И ищут, с кем я сообщался. А весь круг они не могут найти. Прямо бессовестно-бессовестно поступают. Я говорю, работайте. Вам ли за мной гоняться, куда у вас все горит вокруг, как Феофан Затворник говорит? Мне, вам отвечает запас. А я печник. Я сорож. Я отвечаю, как дым идет. Ну, мы все тело Христово. Да. А в теле есть нерв. А нервы на что указывают? Что есть где-то проблема, болезнь. Да, если зуб начинает болеть, значит, там есть дырка. Значит, надо зуб лечить. Так вы где-то на эти нервы нажимаете. Чего плохого нет, надо в этом видеть. А вот знаете, говорят нервы. Говорят, что-то расстроены нервы. Одно дело нервы, которые передают болевые сигналы, импульсы. Другое дело, когда человек... Нервы не нервы, а сломанная дверь для дьявола, сорванная с петель. Какие нервы? Почему этих нервов не было ни у Златоуста, ни у Серафима Саровского? Потому что они знали, Бог надо мной, я ему доверяю. Ну, уже поете все. Яка с нами, Бог, покоряйтеся языцы. А что тогда петь, если не веришь? С нами Бог, и ничего не будет. Вот у меня ролики стоят, где мы ездили, и благовестие было. Посмотрите. Только заходим, новых человек нету. Уже через 10 минут уже все по-другому. Они нас задержат, мы уезжать хотим. Подождите, маленько-маленько. Все, мы уже созвонили, и там с разных библиотек, в одну библиотеку собирают людей, чтобы выступили. Мы видели удивительные дела, просто дивные дела Божьи. Мы ехали за нас, молились все, и баптисты, и мусульмане, и как нас принимали мусульмане, все это показано в роликах. Говорили, в Чечню не ездите, там только голову режут. Я говорю, я никого не опровергаю, я видел. Но с нами все по-другому было. Они как родных братьев встречали. Шесть мусульманских республик, отдельно Азербайджан, Турцию прошли. Это же надо понимать, какие люди, и как к нам относились. Помогали, помогали. Заводят в магазины, накладывают, в руки не унесешь. И знают, с какой цели, с миссией мы едем. Бог. Это Господь делает. За всю дошли до Лиссабона, и не было нигде, чтобы нас полицейские обидели. Ни разу, нигде. Наоборот, помогали. Молитва. Все молитва решает. А где мусульмане молятся, ну, на остановках бывает, и мы молимся. Мы знаем, нас в обиду никогда не дадут они. Они очень это любят. Как Андрей Кураев сказал, они религиозно талантливые. Не засушенные. Они все время меняют что-то. Ну, спасибо, Господи. Спасибо, Христос. Завтра тогда мы высылаем книги. Завтра. А что там нужно будет, тогда на меня выйдет, я вам скажу, что надо будет добавить. Ну, все тогда. Благослови очень. Да, с Богом. Бог благословит. Спасибо, Господи. Нас трое здесь. Это вот Никита снимает. Вот он стоит рядом. Никита. Мир вам. Спасибо, Господи. Володя, вот рядом подойди. Вот они мы. Мир вам. Спасибо, Господи. А я тут сейчас о вас, Пистос. Будете в Москве, заезжайте. Спасибо, Христос. А вы бываете, знаете, где храм Христа Спасителя-то? Ну, несколько раз был, да. А рядом Берсеневка, прям рядом, 200 метров. Через канал. Прям, ну, от храма Христа Спасителя 250 метров. Там служит игумен Кирилл Сахаров, Московская патриархата. Ну, он все служит по старому обряду. Вот батюшка. Ну, надо будет заехать. Он член Союза писателей. Я когда бы не приехал у него, он меня сразу переодевает в стихарь на проповедь. Народ, говорит, услышал, приехали послушать. Это все у нас заснято. Вы с ним познакомьтесь обязательно. Он моченый, который моченый, всех крестит полное погружение. Он очень смелый. У него там патриарх, и патриарх этот сербский, там кто приезжает. Он все время везде разъезжает. Где он только не был. Он выпускает аберсеневские лески, как, ну, велика газетка там, маленькая где-то. И вот у нас он приезжал с группой детей к нам в лагерь в Потеряевке был. И вот в одной книге, для слова Божия нету. Там на земле автайского он описывает все, как он был. Настолько честно описывает. И когда попросили меня отзыв дать, на его там новая книжка вышла, воспоминания, я говорю, непонятно только, то ли ты сам от себя это, или масоны тебе дали задание. Ты на берсеневском засоршем крыжовнике закрутил свою паству-то, и он все это напечатал в следующем номере. Другой бы даже другим не дал считать. Он очень открытый. Его паства. У него настоящая община. У него не приход, но община. О чем патриарх Кирилл говорит. Я вам желаю познакомиться поближе. Отец Кирилл Сахаров. Субтитры сделал DimaTorzok